В августе 2023 года БРИКС пригласил шестерых крупнейших экспортеров нефти присоединиться к блоку. Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет с 1 января 2024-го стали новыми участницами организации. Аргентина от вступления в БРИКС отказалась. Таким образом, блок расширился впервые с 2010 года. Членство Ирана в механизме сотрудничества БРИКС может принести стране многочисленные выгоды. Таким образом, несмотря на суровые санкции, Иран все равно найдет возможности для экономического развития. О присоединении Саудовской Аравии к экономическому блоку БРИКС государственное телевидение заявило 2 января. Это происходит во время геополитической напряженности между США и Китаем, а также на фоне расширения влияния Китая внутри королевства. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, они вступают туда, чтобы быть важными игроками в новом банке развития, или как его называют, банк БРИКС, потому что средства этого банка предоставляются на кредиты другим государствам для развития инфраструктурных проектов и вообще для развития. Эксперты из новых стран-членов БРИКС высоко оценивают преимущество присоединения к механизму сотрудничества, поскольку, по их мнению, оно позволит их странам раскрыть свой потенциал экономического развития. У Эфиопии большой потенциал, в этом нет никаких сомнений. Таким образом, инвестиции, которые будут поступать из стран БРИКС, будут способствовать нашему развитию здесь. По мнению экспертов, присоединение к механизму сотрудничества БРИКС принесет пользу Египту. Там рассчитывают использовать потенциал экономического роста и международное влияние большинства стран-членов БРИКС. Египет давно вынашивал стремление стать страной-членом БРИКС, желая укрепить связи с другими странами-членами, привлечь инвестиции и найти альтернативу доллару США для расчетов. На встрече с министрами торговли стран БРИКС в Шанхае 1 августа 2023 года министр торговли Китая Джун Шань заявил, что сотрудничество между странами БРИКС, Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой стало примером для развивающихся рынков и будет способствовать развитию глобальной экономики. Это такая платформа, которая объединяет слишком разные истории и никто в эту платформу не приносит для других какие-то обязательства, чтобы его поддержали в противостоянии с Западом, потому что с Западом каждый развивает свои отношения на основе каких-то твердых договоренностей, обязующих документов, соглашений и так далее. По данным Bloomberg Intelligence, за последние пять лет страны БРИКС, за исключением Индии, показали худшие результаты по сравнению со странами, с формирующимся рынком. Санкции, введенные в США, сделали Россию недоступной для многих иностранных инвесторов, а некоторые секторы в Китае, особенно технологические компании, также попали под санкции или столкнулись с потенциальными запретами на инвестиции.